Всем привет на канале Кулинариум с Викторией. Сегодня у нас спаржа. В этом видео я хочу вам рассказать как вкусно приготовить спаржу. К спарже мы приготовим соус и я вам расскажу также с какими другими соусами можно ее кушать. Следует не путать спаржу и спаржевую фасоль. Спаржа очень полезна, в ней содержится очень много витаминов, поэтому к процессу варки нужно относиться аккуратно, чтобы все нужные витамины оставили. Сначала нам нужно обрезать вот эти твердые места, где-то сантиметра полтора. Спаржу немного подравниваем, чтобы получилось у нас все красиво и ровно и отрезаем. Эти корни некоторые используют, чтобы приготовить бульон. Следующий этап, спаржу нам нужно очистить. Можно ее очищать вот таким приспособлением, вот таким или просто обычным ножом. Некоторые не очищают, в принципе я думаю, что можно отваривать так. Друзья, несколько штучек я оставлю неочищенной, на украшения. Также в конце я их попробую и расскажу вам, есть ли разница, когда мы варим очищенную спаржу или неочищенную. Следующий этап, нам нужно подобрать емкость, в которой мы будем отваривать спаржу. Емкость должна быть либо узенькая и высокая, чтобы спаржу вот так вот мы смогли поставить, и она у нас вместилась. Либо возьмите глубокую сковороду. У меня вот такая вот, типа как кастрюля сковорода, она глубокая. Я вот так замерила, спаржа вмещается лежа, я буду отваривать спаржу в ней. В кастрюлю наливаем воду и доводим до закипания. Когда вода закипит, добавляем соль. Соли нужно добавлять достаточно. Я добавлю примерно 2 чайные ложечки на такое количество воды. И затем добавляем спаржу. Варим спаржу в закипевшей воде в течение 5 минут при открытой крышке. Это очень важно, иначе все полезные свойства и витамины у нас погибнут. Параллельно, пока спаржа у нас варится, подготавливаем емкость с холодной водой. Готовность проверяем кончиком ножа. Если ножик втыкается легко, значит спаржа уже готова. Буквально 4-5 минут, не больше. И затем сразу перекладываем ее в емкость с холодной водой, чтобы процесс варки сразу остановился. Готовую спаржу так, либо вот так обсушиваем салфетками. Друзья, я попробовала спаржу, которую я не чистила, и разницы нет. Получается тоже очень вкусно и мягко, поэтому можете ее в итоге не чистить. Я тоже вот раньше всегда чистила, а теперь буду варить так. Сейчас мы приготовим самый обычный соус для спаржи, с которым я, например, часто очень подаю спаржу. Для этого смешиваем 4 столовые ложки растительного масла. Масло солим, перчим. Добавляем 1 столовую ложечку бальзамического уксуса и выдавливаем 2-3 зубчика чеснока, соль, перец и чеснок по вкусу. Все хорошо, тщательно перемешиваем. Подают обычно спаржу на гарнир, к рыбе, к мясу. Кладут обычно по 6 штучек на порцию. Поливаем соусом спаржу непосредственно перед ее подачей, а не заранее. Подойдет вот такой соус, который мы с вами приготовили, соус винегрет. Есть много рецептов на ютубе с рецептом соуса винегрет, можете посмотреть. Также спаржу можно обжарить на сковороде слегка, буквально 3 минутки на сливочном масле с добавлением раздавленного чеснока. Получается тоже очень вкусно. Напишите мне в ваших комментариях, какой вам соус нравится больше. Винегрет, соус с бальзамическим уксусом или обжарка на сливочном масле. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Ставьте лайки, пишите мне ваши комментарии и пожелания. Подписывайтесь на мой канал. Желаю вам всего доброго и до новых встреч с новыми рецептами!